Приветствую вас. В некоторой степени ответ на вопрос ваш достаточно простой, как мне кажется. Связано это с причинно-следственными связями, на мой взгляд, весьма простыми тоже. Но почему-то мои коллеги не раскрыли вам этот момент. А именно, человек имел возможность сравнить себя с другим мужчиной. В частности, со своим знакомым. И сомнение вынудило его себе сомневаться. Как это обычно бывает. Человек боится теперь, что если вы решите, что с кем-то может быть лучше вам, то он просто станет вам не нужен и он вас потеряет. Вот есть у меня такое стойкое ощущение, что мужчина боится вас потерять, ну потому что он на вас кричит, потому что он истерит. Истерит это такая классическая, я бы сказал, классическая позиция зависимого партнёра, зависимого человека. Вот. Я имею ввиду человека, ну любовно-зависимого. Вот. К сожалению. Как это вот мне видят. И я могу так же сказать, что вероятно, зависимый и вы тоже. Как бы, потому что вы терпите то, что человек на вас кричит. Вы терпите вот то, как он себя с вами ведёт. Ну вот, на мой взгляд, это свидетельствует о том, что либо вы боитесь, что нас бросит, да? Боитесь, боитесь остаться одна, боитесь быть брошенной. Ну вот, либо у вас заниженная самооценка и вы, в принципе, считаете, что, ну, опытно говоря, с вами так можно. То есть, ну, вот просто вот, с вами можно вести себя так, как ведёт этот человек, точнее, этот человек. То есть, как бы, довольно примечательно, довольно примечательно, то, что вы сам, вот, ну, характер ваших отношений, да, его поведение по отношению к вам. Ну, воспринимаете, как что-то такое, вот, там, само собой разумеющееся. Да, это, я бы сказал, что не совсем, так говоря, так, так. То есть, мне кажется, что ненормально, когда человек, ну, один человек кричит на другого человека. Так, мне кажется, это ненормально. И то, что вы себе, вы позволяете это делать по отношению к себе. Ну, вообще, может и может. А, может, именно, что может, я не говорю, что, это, сто процентов так. Но, может, свидетельствует о наличии у вас определённых трудностей, определённых проблем. И, собственно, эти трудности и эти проблемы, возможно, имеет смысл прорабатывать. Вот, чтобы вы смогли, к примеру, выстраивать более адекватные, значит, отношения, которые бы не кидали вас, значит, из-за этого. С другой стороны, если вы считаете, что всё в порядке, если вы считаете, что всё нормально, если вы считаете, что происходящее окей, вообще, это то, чего вы хотите, то, как бы, проблем нет. Но, как бы, я бы здесь обратил внимание на то, вот, почему вы интересуетесь причинами изменения поведения мужчины. Вы тревожитесь из-за этого, например, например, например. Или, может быть, есть ещё какие-то у вас основания, да? То есть, здесь ведь ключевой момент, ключевой нюанс, на мой взгляд, в том, что вы не можете себя защитить. Когда на вас, например, кричат, вы себя не защищаете, а вы, как бы, позволяете человеку с вами обращаться так, как он обращает, к сожалению. И, может быть, вы тревожитесь из-за этого. Ну, я имею в виду, может быть, вы тревожитесь из-за того, что он на вас вот снова начнёт кричать. Может быть, вы тревожитесь из-за того, что он снова начнёт на вас нарать. Вот, а вы будете, там, допустим, не знать, что делать и будете не знать, как себя вести, например. Опять же, это чисто мое мнение, я могу быть не прав, я могу ошибаться. Ну, вот, в данном случае. Ну, в целом, это то, как бы я вам ответил, наверное. То есть, у вас, у вас, у вас отношение такого плана, у вас отношение такого характера, где человек относится к вам несколько с собственнической позиции, к сожалению. И можно, конечно, можно, сколько угодно, например, обвинять человека, говорить, что вы такого не заслуживаете. И, кстати, я с вами согласен здесь, что вы действительно, может быть, такого не заслуживаете. Но я подозреваю, что вы могли сами мужчину научить в таком обращении с собой. Если вовремя не говорили человеку нет, если вовремя не останавливали человек. Человек. Вот. И, соответственно, теперь, ну, мужчина просто думает, что все нормально, что все в порядке все и так далее. А вот, в принципе, то, что я могу и хочу, наверное, вам на данный момент ответить и сказать, да. Больше, наверное, добавить пока что мне нечего, потому что, ну, вот, именно по, именно по вопросу вашему я, наверное, раскрыл тему максимально, да, именно по вашему вопросу. Ну, а более такая вот подробная информация, более подробная информация, более подробная информация здесь, она, ну, на мой взгляд, будет возможно только тогда, когда, например, будет больше информации о, ну, вот о том, что и как выглядят ваши отношения, вот, я имею ввиду отношения именно с, ну, вот, с человеком вашим, вот. То есть, насколько, к примеру, вы свободны в воле изъявлений по поводу встречания ради секса только. Я в этом плохого ничего не вижу, но мне кажется, не совсем хорошая, опять же, не совсем адекватная, опять же, позиция, когда вроде как вы встречаетесь с человеком только для секса, но при этом он позволяет себе по отношению к вам вести себя так, как он ведет, вот. И почему-то это терпится. Это для меня, в целом, конечно, выглядит, ну, довольно-таки, ну, как, довольно-таки, как тревожный момент, на самом деле. Вот, поэтому, обратите им, пожалуйста, на это внимание, это важно, вот, и если будет желание, то с этим можно будет поработать, и вам в этом можно будет помочь. И вполне возможно, что по итогу вы получите некую такую фашистскую стратегию, которая позволит вам, которая поможет вам, возможно, быть, быть более, ну, более счастливой, например, более свободной в своем поведении, может быть, более гармоничной, гармоничной. Поэтому вам придется задать себе вопрос такой же, да, вопрос такого плана, а насколько отношения, которые у меня есть сейчас, соответствуют тому, что я считаю для себя ценным. Поскольку отношения, которые у меня сейчас есть, соответствуют, например, моим ценностям, вот, и соответствуют ли они этим ценностям, я имею в виду вашим ценностям, вообще. Если они не соответствуют, то для чего я в них нахожусь, условно говоря, если, там, я не считаю, что, ну, вот, ко мне можно, там, так относиться, да, вот, исключательные, там, и прочее. Вот такой ответ я могу вам дать. Повторюсь, что какие-то элементы вашей ситуации были мне не знакомы, были, да и есть, в принципе, мне не знакомы. Поэтому я прошу не судить строго, если что-то вам не понравится, потому как, ну, ситуация такова, что нужно больше информации. Вот, нужно больше, эм, эм, история о вас, скажем так. Вот, эм, на этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Эм, эм, я желаю вам, эм, всего самого, эм, доброволь. Эм, я желаю вам удачи. Я надеюсь, что ситуация будет адекватно максимально для вас разрешена, и вы сможете найти, э, оптимальный вариант решения. Спасибо. Спасибо.